Мы с Ильей Стоговым по этому поводу в тот момент и поругались. Мы очень дружили до этого момента, пока не вышла эта книжка. Но дело в том, что он брал у меня интервью, действительно, для этой книги и так далее. А потом, не сверяя текст, выпустил эту книжку. То есть, не сверяясь ни с кем. И я не видел этот текст перед выходом книги. Но когда я увидел книгу и прочитал, я понял, что он очень много где, во многих местах, изменил мои слова. Соответственно, смысл того, что я говорил, абсолютно изменился. То есть, он где-то там приврал, где-то откровенно какие-то оскорбительные слова использовал от своего лица. Но как бы от меня. То есть, было очень много всего надуманного, придуманного и лживого. В итоге я позвонил Илье и сказал, как же так? Ну, что же ты так? Ну, как бы это же реально подло. Ты поступил подло. А он даже не стал извиняться. И он встал в позицию на рога и сказал, что... Да нормально, ты что? Да эта книжка вам нужна. Это же эпатаж, это кич. Там все круто. Должно быть необязательно. Людям нужна правда и так далее. И вот с тех пор я сказал, ну, все понятно. То есть, с непорядочными людьми мы не общаемся. И с тех пор я с Ильей Стоговым уже много лет не общаюсь вообще. Вот. Ни руку ему не подаю, ни здороваюсь. То есть, всякое в жизни было, понятно. И многие люди через это проходят. Но нужно понятно понимать, что чем является человек сегодня, а не что у него было вчера. Одни из самых праведных людей в жизни, которых я встречал, в прошлом были очень серьезными преступниками. Не только наркоманами, но и преступниками. Вот. И действительно, это были совершенно... Вот это были святые люди. Я бы их назвал святыми. То есть, более праведных людей не видел. Хотя в свое время они сидели за убийством. Такое бывает. То есть, зачастую человек должен пройти через ад, чтобы вот, да, чтобы увидеть это, пережить, переломить в себе и пойти к свету. Причем к свету он будет идти так же яростно, как он вот проходил вот эти вот все адские вещи. То есть, из таких людей, которые повидали вот это все страшное безумство, боль, страдания прошли, получаются самые преданные и самые ярые слуги Бога. Одинтвнет.ру. Смотрю, что хочу.